Всех приветствую, друзья! С вами, как всегда, Юрий Кот. Продолжаем играть в игрушенцию Green Hell. И хочется посмотреть, как у нас будет выглядеть новый лагерь, который находится чуть-чуть выше от того озера, где мы с вами поселились. Хочется просто по максимуму всего поставить. Поставить, значит, наверное, какие-нибудь костры, лежачки, фильтры, собственно, коптилочки. Все, что здесь есть, мы построим. Попытаемся, во всяком случае, построить где-нибудь в этом месте. Я, правда, не знаю, можно ли полностью вырезать эти деревья, потому что у них пенечки-то еще остаются, но какой-нибудь лагеречек мы здесь соберем. Очень надеюсь, что вам нравятся видосики по этой игре. Если это так, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, паблик ВК у нас тоже имеется. Есть также Дискорд. Разработчики продолжают работать над игрой, они опубликовали, значит, дальнейшие планы и что собираются сюда вводить. Будут у нас крокодилы, новые животные, будет много, дофига, прям дофигища всего. Это очень круто. Также немаловажным фактом является то, что они все-таки действительно планируют кооператив, и они об этом заявили. И это очень хорошо. Так, мясо, давайте мы скушаем. Дело в том, что нам не хватает с вами жиров, но я подозреваю, что из этого мяса мы его так и не получим. Поэтому давайте попробуем вот так все сделать. Наверное, возьмем какую-нибудь кокосовую кожуру, она у нас тут пустая, и попытаемся приготовить какую-нибудь интересную штукенцию. То есть, как бы должно вроде бы получиться. Ставим это все на костер, берем, значит, нашу фляжечку, в ней есть немножечко воды, вот так это все наливаем, берем вот этот санный клубень, закидываем. Что-то готовится. Я очень сильно сомневаюсь, что этот клубень состоит из жира, но тем не менее, вообще похоже на какой-то, мать его, маргарин. Посмотрим, просто мы такого никогда не делали. Значит, смотрите, водный баланс, 10 из 10, суп с малангой, так это называется. Давайте выпьем 40 углеводов, 10 водного баланса, 10 энергии, ребят. Это, конечно, все замечательно, но не то, что нам хотелось бы. Поэтому мы сейчас выбросим вот эту штукенцию где-то здесь, как раз начинается дождь, пусть набирается. Костер у нас нормально, все нормально. Кушаем вот эту тему, есть у нас протеины, кулинария прокачалась на плюс 1, смотрим на частики. Жира у нас не хватает, но он нам очень нужен, поэтому идем добывать с вами какую-нибудь кабанятину. Ну, а какие есть еще варианты? Очень надеюсь, что все получится. Так, выходим на тропу войны, как говорится. Есть у нас с вами копье. Кто-то к нам, кстати, тут пришел в гости. Нужно от них поизбавляться. Ну, посмотрим. Лагерь, понятное дело, мы не за одну серию с вами отстроим. За несколько, наверное. Но хочется, чтобы все было красивенько. Уже, наверное, не красивенько, потому что навес у нас стоит прям как-то косо, криво. Но других вариантов я не вижу. Так, у нас тут есть замечательный вот такой вот носок. Давайте, давайте мы его заберем. Вот. Бананы, кстати, те, о которых вы говорили. Я сорвал, все нормально. Они у меня вот здесь в инвентаре валяются. Частично я их немножко покушал, и уже как бы хорошо. Слушайте, ну, жир должен добываться со змеи. Не добываться, а мы должны получать его со змеи. Давайте, может быть, как-то попробуем. Сейчас дождемся, когда пройдет дождь, чтобы у нас была возможность... Так, а кто это у нас там, блядь, бегает? Почему я никого не вижу? О, как осина, сюда иди. Вот так вот. Будут у нас еще чашки какие-то различные. Все. Дождь закончится. В принципе, можно идти... Идти жарить. Змейное мясо. Его, по идее, должно хватить. Хотя нет, наверное, нужно все-таки какого-то кабана найти. А здесь я его, к сожалению, не вижу. Но отлично. Хардкорщина у нас тут начинается. Надеюсь, что мы быстро не сдохнем. Плюс где-то здесь у нас напевает туземец. Валяются, валяются. Висят бананы. Они валяются, висят себе нормально. Вполне комфортно. Обустроили здесь. Так, тут у нас как раз... Тут у нас... Вот два костра я зачем-то сделала. Один у нас прогорит, по всей видимости. Поэтому париться особо не стоит. Значит, что мы делаем? Мы закидываем сюда мясцо. Вот таким нехитрым образом. Берем наш поджигатель туземный. Собственно, закидываем сюда травушку какую-нибудь. Она, по идее, должна у нас быть. Да, господи, ты ж, боже мой, почему я нихера здесь не вижу? Подождите. А у нас где-то была какая-то специальная трава. Это у нас жало ската. Непонятно для чего нужно. Давайте добудем. Мышь у нас еще есть. Зола. Есть у нас древесный уголь. Слушайте, а у нас травы, чули, получается? Нет, что за говнище? А могу ли я ее добыть, типа, с какой-нибудь вот такой шняги? Давайте попробуем. Не хватает сты, чтобы разжечь костер. Да успокойся ты. Небольшая кучка листьев. А, она у нас будет перегнивать здесь. Поэтому нет в этом никакого смысла. Ну, может быть, тогда стрелами заняться? Стрелы-то у нас еще постакаются. Давайте изготовим, закинемся. Слушайте, ну вот мы херней какой-то занимаемся. Нам нужно прям жир добывать. А не стрелы крафтить. Поэтому сейчас будем заниматься. Давайте, наверное, мы что-то отсюда выбросим. То, что нас не очень-то интересует. Слушайте, а все жалко. Все в дом, все в семью. Все в перья. Перья давайте повыбрасываем. Они все-таки у нас красного цвета. И, по идее, должны как будто быть видимые. Так, еще одно перо. Еще одно перо. Еще одно перо. Еще одно перо. И травку тоже сюда. Надеюсь, она тут будет сохнуть. Главное, чтобы она никуда не пропала. Нам сейчас нужно доебаться до какой-нибудь сухолистной пальмы. Для того, чтобы все это дело добыть. И что-то я как... А, вот, наверное. Да, это же сухие листья. Давайте. Листья нам, кстати, пригодятся для крафта какой-нибудь штуки. Тоже очень нужной. Так, сухой лист. Идешь сюда. Отлично. Еще нам нужен сухой лист. Мы сейчас пока будем собирать. Опять пойдет дождь и все нам испортит. Нам бы по-хорошему навес, наверное, сделать. Но вот сейчас мы им и займемся. У нас пока все нормально. Все под контролем. Идешь сюда. Использовать. Угу. О, мясо уже, видите. Добрый вечер называется. Эх, вот так всегда. Ну ладно, поехали добывать. Прометейт, в общем. Будем добывать кострище. Вот так. Все. Это все горит. А теперь нас интересует с вами что? Правильно. Нас интересует бревна. Вот мы подобываем их. Обезопасим костер от дождя. А потом уже займемся крафтом всего остального. Хочется поставить еще какой-нибудь фильтр. Хочется поставить еще какие-нибудь водосборнички. В общем, много всего хочется поставить. Бревнышко сюда, бревнышко сюда. Дальше у нас идут маленькие палочки. Заодно будем расширять локацию. Я очень надеюсь, что в скором времени вот эти пеньки, которые остаются, они тоже куда-то исчезнут. Ну, потому что они нам не нужны. Прям реально не нужны. И да, из этого мяса мы, скорее всего, жир не получим. Потому что, ну, есть определенное, наверное, знаете, какое-то... А ну, вот оно дожаривается. Ладно, мы успеем еще одно дерево, наверное, захреначить какое-нибудь. Вот это тоже на окраине находится нашего лагеря. Ай, да что ты будешь делать? Топор у нас пропал. Кстати, был... Был серьезный топор. Не тот, который из камня, а тот, который из другой херни делается. Ну, давай. О, обсидиановый камень. Точно, я ж про него и говорил. Давайте веревку сюда. Вот так это все сделаем. Отлично. Так, топорик у нас есть. Идемте продолжать. Вот мы вот это дерево очень сильно хотели. Отлично. Те листья, кстати, не подойдут для изготовления навеса. Я думаю, что мы будем заниматься чем-то... Чем-то другим. Наверное, вот эти листья с вами закосим. Там, кстати, еще две палки за бревном валялось. Бревно имеется в виду то бревно, через которое мы вот... Вот про это бревно, короче, я говорил. Там валяются еще две палки, которые я могу, само собой, разумеется, забрать. Заберем еще и маленькие палочки. Ну, где-то здесь были палочки побо... О, орешек, сюда иди. Сюда иди. Где же я их вас видел? Ну, тебя заберем. Где-то, по-моему... О, вот она, одна. И была, по-моему, вторая. Но что-то я ее не очень вижу, знаете ли. Ну, понятное дело, что я очень сильно тороплюсь для того, чтобы влезть в формат 30-40 минут. Но... Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Нам все равно одна палка еще потребуется. Не хватает, недостаточно. Хочется до дождя прям все это быстро, быстро сделать. Ребят, жира вообще нет. Что у нас с водой? Вода есть. Воду мы с вами пьем. Тут вообще как бы без проблем. Вот, уже поинтереснее. Я знаю, где еще воды найти. Вот тебя, наверное, заберем. Пальмовые листья у нас там уже готовы. Они нас дожидаются. Никуда не уходят. Угу. Идешь сюда. Идешь сюда. Вот так вот. Абсолютно. Последний рывочек. А уголь у нас, кстати, есть. Это значит, что мы можем с вами уже замутить. Что? Правильно. Можем сделать фильтр. Значит, палку закидываем сюда. А вот эти вот малютки мы, наверное, соберем. Пусть они всегда у нас будут в интере. Мало ли что может произойти, когда мы будем отходить от лагеря. А тут они нам как раз и помогут. И будут прям вообще обосраться, как приятно. Так, веревки. Веревок нам не хватает. Стоять. Там у нас мясо жарится. Я хочу тебя забрать. Мясо змеи кушаем. И че? Не, ребят. Тут только у нас, к сожалению, не то, что нужно. Нужно идти на кабана, собственно. Веревки. Давайте веревки, наверное, соберем. Где гигантское дерево с лианами растет? О, хорошо. Нашли. Отлично. Идешь сюда. Слушайте, но если есть малое убежище, есть среднее убежище, значит, где-то есть и большое убежище. Добавлено ли оно в игру? Я просто не очень в курсе. Напишите в комментариях. Может, мы его просто не нашли, да и пойдем искать? Почему? Почему нет? И оно нам поможет очень сильно. Так, еще одна лиана. Ну вот видите, все вот эти пернаты, змеи, различные попугаи, мыши, жабы. Все это не жир, ни хера. Нам нужно убить либо кабана, либо вот ту вот крысу переросты, которая там где-то бегает постоянно. И тогда все будет круто. Так, еще одна веревка, еще одна веревка. А, не успели. Видите, нифига не успели, но листья у нас уже готовы. Поэтому быстро все это накрываем и валим охотиться за какими-нибудь крупногабаритными животными. Они нам помогут. Они нам всегда помогут. Так, листья есть. Мне кажется, одного куста не хватит. Кстати, они вроде бы уменьшили количество листьев. Может быть, не пальмового дерева, а вот того бананового, что ли. А может быть и пальмового. Для того, чтобы мы могли беспроблемно находить сухие листья. Потому что вот во всей этой куче найти вот этот вот сухой один листочек, или два, сколько их там с дерева падает, крайне, знаете ли, проблематичный. Ну что ж, наверное, это правильное решение, учитывая, что топор не очень быстро расходуется, когда мы рубим эти листья. И, ну, пальмы, они всегда как бы в достатке. Они всегда есть, и переживать не стоит. О, смотрите, там у нас кокосины валяются. Прям вообще... Вот, прям здесь и растет. Давайте расчищать. Может быть, будем подвигаться куда-нибудь к горе. Слушайте, нужно будет поспать сейчас еще, мне кажется. Так, собираем все листья, которое только возможно. Складываем все сюда. Но этого все равно недостаточно. Нужно еще собирать какие-нибудь листы... Ты че, бля, слышишь там, бля? Сидишь там, жужжишь своей кукурузиной. В смысле? Мне че, еще две палки, что ли, нужно? Да вы офигели. Ну ладно, давайте пойдем добудем. Не, ребят, нужно спать. Мы сейчас просто сдохнем тут, и все, на этом все закончится. Так, еще одна палка. Нужно спать. Вода. Давайте начнем, наверное, с воды. Жиры мы получим немножечко попозже. Водичка у нас есть. Пойдем попьем еще там водички. Немножечко приспимся, а потом пойдем ловить каких-нибудь свинюшек. И, судя по всему, у нас сейчас ночь наступает. Да, 16.26. Видите, прям вообще не алло. Прям вообще не алло. О, бананчики выросли. Смотрите, еще есть сколько их тут. Один, два. И все. Все. Ну, так тоже покатит. Здесь, кстати, костер у нас прогорел. В принципе, полностью. Давайте мы сохраним игру. Где-нибудь на третий слотик. Вот так вот. И попробуем... Попробуем... А, попить. Попить нужно, конечно же. Здесь у нас еще кокосовые мисочки валяются. И, конечно же, теперь можно немножко приотдохнуть. Надеюсь, мы с вами не сдохнем. Не сдохнем. Вот. Да, конечно. По такой погоде как раз только свиней ловить, ребята. У нас других вариантов просто нет. Мы вынуждены это делать. А еще нужно, чтобы закончился дождь. А потом мы еще должны это все пожарить. Успеть. Понимаете, в чем дело? Стаминка-то у нас заканчивается. Ну, главное, что возможность есть. Нужно только свинятину где-нибудь найти. И не пиздануться вот в этот овраг. Тогда вообще все хорошо будет. Так, есть ли смысл идти туда? Есть ли там какие-нибудь свиньи? Вот в чем вопрос. А еще и на змею можно напороц. А еще темно. Но я знаю, что ближе туда к утру оно как бы чуть-чуть светлее становится. Но это все равно не делает... Так, а что это у нас тут грибочки растут? Так, а где он прокричал этот, блядь, бурундок? Он где-то там у нас. А что это у нас за проблемы? Пиявушки. Давайте мы их с вами уберем. Зачем они нам нужны? Лишние пассажиры. Кстати, раньше их, по-моему, было по три. Сейчас их почему-то по четыре. Так, что если я их захрумкаю? А ну-ка. Пять углеводов. А, подождите. Нам что нужно? Нам жиры нужны. Зеленые, которые, в общем, нам необходимы. Пойдемте. Сейчас найдем. Потом еще главное вернуться назад. Но тут кабаны, наверное, ходить не... Эй! Я понимаю, что я по воде шуршу. Но это не повод на меня вот так вот взбираться. Типа на голову и сидеть. О! О! Ну, нет. Так-то не работает. В смысле? Ты что шумишь? Офигел, что ли? Далеко, ребят. Далеко. Он вообще, блядь, косорылый какой-то. Я столько стрел потратил. Это просто пипец. Не, надо копье. Все плохо, ребят. Нужно торопиться. Сейчас еще окажется, что здесь у нас жира нет. У этих чуваков. И я тогда вообще не знаю, что делать. Ну вот он идет к нам, кстати. Готово! Слушайте, ну это прям копибара. Это прям последняя надежда наша была. И стрелу мою отдай, слышь, ходишь тут. А ну давай. Ну, типа ок. Но... Так, свежевание животных, кость, мясо копибары. Да, здесь точно есть жир, поэтому давайте возвращаться назад. Вот можно было бы и ту еще, наверное. Ну, короче, лагерь у нас походу отменяется. Нам сейчас необходимо с вами заняться все-таки едой. Вы только посмотрите, как у нас все плохо со стаминой. Мы можем, конечно, немножко выпить. Но это нам тоже не помогает. Так, кушаем. Кокосину пьем. Нет, не готовим, а пьем. Слушайте, может вот орешек этот съесть? Может быть он нам как-нибудь поможет? Что-то как-то он не очень помогает. Я предлагаю пойти домой, поспать, а потом заниматься. Мы не распалим просто костер. Вот в чем проблема. Это прям самая главная проблема. А теперь еще и нужно найти же, в какую сторону идти. Мы вообще в какой-то жопе находимся. О, как все печально. Так, я вижу бревно. Я, ребят, вижу наше бревно, походу. Нет, это нихера не наше бревно. Наше бревно где-то дальше. У-у-у. Нам не туда. Походу туда. Да, там что-то вон недостроенное у нас высвечивается. По идее, это то, что... То, что нужно. Подождите, ну если тут был водопад. Что делать? Куда бежать? Куда идти? Мы потеряли сознание. Это вообще мне не подходит, если честно. Ну я знаю, что я потерял сознание. Дайте мне просто с моим мяском дойти туда, куда нужно дойти. И все будет хорошо. Эй. Ну хотя бы... А че там за звук такой стремный? Че там за звук такой стремный? Я правильно вообще иду? Да ну в принципе покеру какой костер. Ой, не знаю. Опа-па. Смотри какой я смышленый. Обошел. Препятствия. Хорошо. А, еще и дождь начинается. Да вы гоните, что ли. Ой, бля, да вы гоните. Че делать-то? Мне нужно спрятать... Мне нужно, ребята, спрятать... Мое мясо нужно спрятать куда-нибудь. Где это озеро находится? Не вижу ни хера. Координаты не помню. И вы мне не поможете. Потому что что? Потому что это ни хера не стрим. О, вот эти штучки я тоже возьму. Мы сейчас опять будем терять сознание. Само собой, разумеется. Вот еще хорошее местечко для того, чтобы сделать себе что-нибудь. Так, ну по-моему, где-то мы... Где-то вот вроде недалеко от того места находимся, где нам нужно находиться. Но что-то как-то я... Все равно не понимаю. Сейчас мы в пещеру зайдем. Потому что построили, блядь, лагерь. Аж стыдно стало. Это что за пещера такая? Туда вообще можно? Нет. Это текстура какая-то странная. Так, вон брин... А, слушайте, нам как раз туда и нужно. Но я же здесь не обойду. Но я могу спуститься. Потом подняться. Ну да, это старика, которая вытекает у нас. В смысле? Ты что, падаешь? Мы сейчас с тобой... Мы сейчас с тобой в воду упадем и захлебнемся, пока будем без сознания лежать. Меня это не очень интересует, если честно. Но попробуем. Идемте дальше. Блин, и вот ты же никак эту астамину не поднимешь. Это прям, прям, прям совсем все плохо. Прикиньте, упасть сейчас на бремне, ребят. Давай, 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 давай. Слушайте, я, по-моему, вижу. Ну вот я здесь проходил уже. Я вижу, где мы находимся. Вон там, вон, что-то светится. Это ж мое, все мое. Я просто по кругу обошел. Сейчас напишите. Географический кретинизм. Вот это все, как вы любите. Ну это выживалка. Что теперь делать? Координаты, если бы я помнил, я бы пошел по ним, но я не помню. На стриме. Что-то там 46, 22 или как-то так. Все, ребят, мы теряем с вами сознание. Потом встаем и движемся опять вперед. И вон там будем делать наши движи. Мы опять теряем палочку, хоть успею взять. Успел взять палочку. Хорошо. Хорошо. Вы потеряли сознание. Нормально все. Сейчас мы там все себе сделаем. Я сейчас разожгу костер. Дождя не будет. Все будет классненько. А, слушай, ты не успел взять палку. Видите, какая игра суровая. Я-то думал, что взял, а не взял. Так. Правильно мы идем? Вот что оно высвечивается? То, что нужно? Или нет? Да, ребят. То, что нужно, это... Это наша палатка. Мы так близко возле нее находились, чтобы, типа, взять теперь и опять того. Это самое. Так. Ну, слушайте. В принципе, у нас хватает, наверное, всего. Я что вообще могу сделать? Так. Веса у нас тоже много. Трава у меня есть какая-нибудь? Чему вот эта вкладка, блядь, не переключается? Она очень странная. Слушайте, у нас травы нет ни хера. Но это значит, что я могу найти сухой пальмовый лист, который лежит где-то здесь неподалеку. Очень надеюсь, что он тут будет. Так. Лист бананового дерева. Лист бананового дерева. Мне нужен сухой лист бананового дерева. Почему вы мне его не... Слушайте, вот никогда не думал, что так тяжело будет выжить. Уже даже пришли. Теперь ссанный лист нужно рубить. Я что-то упускаю, мне кажется. Травы точно нет. Травы нигде нет. Мы вот выбросили. Я думал, что у нас гниет где-нибудь на земле. А ни хера там не гниет. Она сказала, Юрец, ну что ты хочешь? Запасайся заранее. Подождите, а где были пальмовые листья тогда? Блядь, хоть бери и руби новую, новую движуху. Ой, какая странная игра. Ну ладно, что уж тут. Что тут поделать? Слушай, мы можем пойти поспать? Мы же типа, если поспим, у нас все будет хорошо. Давайте банан заглотим, я не знаю. То есть вот мы заглатываем с вами бананы, заглатываем вот эту хрень. Грибочки. Ага, стаминку повышает, да? То есть вот так вот ты со мной, значит, решила поступить. Да, мы можем типа поспать. Придет день и у нас будет еще стамин. Вообще все будет идеально. Тем более вон дождь начинается, не нужно нам разжигать костер. Ни к чему. Построил лагерь. Но, слушайте, серия тоже будет увлекательная, мне кажется. Тут хардкорщина, выживач, все дела. Ну, кто опять ко мне присосюнькался, слышь? На какой руке? Может, червячок какой-нибудь? Да нет, здесь все чисто, здесь все пусто. Тебя убираем. Тебя, значит, убираем. И все, все отлично. Так, ну что, давайте сразу, наверное, укладываться спадки. Повысим себе эту самую сраную стамину. Да, ждемся утра. Так, просыпаемся. Утречка у нас уже есть. Сохраняшимся. Нам там всего одну палку вставить вообще нужно, между прочим. Вот, сохранение. Че ты? Че ты вот себе позволяешь, а? Ага, нам нужно попить воды. Вода чистая есть. Здесь все пусто. Древесный уголь? Давайте заберем. Но, видимо, он все равно будет мешать. Так, здесь взяли, здесь взяли. Идем пить вот сюда. Угу. Там рыба у нас лежит, я точно знаю. Но пока я даже бегать не могу. Настолько, настолько у меня тяжело все в инвентаре. Хоть бери ящик какой-нибудь делаю. А че там? Кто там деревья валит? Может, там кабан какой-нибудь пришел? Вот интересно. Если мы поставим где-то здесь ловушки, они будут ловиться постоянно? Или нихера? Я обязательно это, ребят, проверю. Очень крутое место, кстати. Вода рядом. Если вдруг нам по какой-то причине не хватит воды из наших кокосовых шкарлупочек, то у нас обязательно будет вода прям из озера. Вообще, вот сюда вот можно прыгать, типа, и оттуда пить. И есть заодно. Песок, правда, когда встреваешь зубами, блядь, в нище. Но, я думаю, что этим мы заниматься с вами не будем. Так, где мои бананы? Вижу. Давайте добывать. Опять там что-то у нас жужжит. Будет мешать еще, пока мы будем здесь все это строить. Так, ну что? Давай, сухой листик. Где ты там у нас валяешься? Я-то тебя вижу. А ну. А, вот видите? Видите как? Видите как это все работает? Никак это не работает. Кости, иглы. Так, я подойду, наверное, вот сюда. Сброшу тут кости. Все у нас будет валяется. Как в Стрэнде Дип, в общем, у нас все будет валяться тут. Стрелу я, наверное, тоже сюда куда-нибудь закину. А нет, стрел у нас слишком много для того, чтобы мы их выкидывали. Так что... Так что хер знает. Должно влезть, по идее. Давайте пробовать. Так, где ты там? Где-то тут лежала. Ага. Слушайте, мы пока бегали, у нас, наверное, мясо уже сгнило. Мне так кажется. Просто... Просто жесть. Так, ну у нас хотя бы вода еще есть. Давайте, наверное, добывать. Так, десяточка. Слушайте, а мы жир получим из... Че ты, блядь, делаешь, Юрец? Вот сюда. Пятнадцать. Здесь. Нет! Назад. Двадцать четыре. Ну этого хватит. Так, поехали. Хватит ждать. Ай, надо палка одна. Сейчас же все зальет. Видите, пошел дождь. Ну давай, вот, наверное, тебя зарубь. Стоямба. Сухой лист. Вот. Еще один сухой лист. Можно было не рубить, короче. Я, как всегда, все продинамил. Так, одна палка у нас упала. Идешь сюда. Мы тебя вставляем. У нас готов уже наш притон. Отлично. Вот. Костерчик у нас стоит внутри. Ну что? Давайте разжигаться. Че, какие варианты еще есть? Не вижу. Просто не вижу. Закидываем. Или он по дождю не сможет этого сделать? Меня еще такой вопрос очень сильно волнует. Поджигаем. Сюда, значит, забрасываем кусок мяса. Он у нас пошел, значит, готовиться. Здесь я беру сраную кокосовую миску. Которая почему-то, блядь, никуда не вставляется. Так, забираем ее. Попробуем поставить и сварить себе нормальный человеческий, ёпта, супец. Ну, не в том плане, что он из человека. А в том плане, что с мясом. И тогда у нас будут жиры. Жиры 25, кстати. Можно прям вот так вот брать и жрать. И суп очень быстро, кстати, готовит. Смотрим на наши часы. Глядим, что все очень грустно. И пытаемся это как-то теперь... Так, подожди. Ты взял суп. Ты же взял, блядь, суп. В чем твоя проблема? А куда он ее засунул? Где мой сон? Он же не выпил ее, да? Вот дерьмище, слушайте. Как это вообще работает? Ладно, подбросим тогда бревнышек. Окей, я не буду рисковать. Что-то как-то неудачу мы какую-то потерпели. Нет, серьезно. Ну, больше же у меня нет карманов, где мог бы быть суп. Он же не в руках держит его. У нас в руках топор. Вот, блядь, бред какой-то, слушайте. Но он зато быстро приготовился. Но зато мы потеряли один кусок мяса. И с этим ничего не поделаешь. Еще у нас веревок нет ни хера. Давайте подбросим дровишек, наверное, туда. Пусть это все потихонечку у нас работает. А я пока подумаю, что бы еще такое нам можно было бы сделать. Вот, стаминка-то у нас заканчивается. Кто там у нас бегает? А кто это у нас там бегает? А кто это у нас там бегает? Нам нужно ловушку поставить где-то здесь неподалеку. Давайте мы, наверное, сейчас этим займем. Мышь! Мышь! Но мышь меня не интересует. Хотя, может быть, и интересует. Смотрите, наверное, есть определенные участки, по которым бегают крупные животные. И, соответственно, там и нужно ставить эти ловушки. Но я чисто ради эксперимента попробую установить, значит, фильтр для воды. Мы сейчас установим. Подождите, а там вообще пишется, где ее нужно ставить? Давайте посмотрим. Фильтр для воды. Длинная палка, бамбуковое бревно, веревка, древесный уголь, камень. Но он же не в воде должен стоять или в воде. Ни хер его знает. Пока не будем ставить, короче, будем разбираться дальше. Капканы. Меня очень сильно интересует. Значит, есть селок. Селок. Это не то, что мне нужно. Есть каменная ловушка. Подождите. Но селок это, наверное, для каких-то мелких животных. Смертельная ловушка. Палка. Короткая палка. Длинная палка. Веревка. Бревно. Да, давайте поставим ее где-нибудь здесь. Только так, чтобы самому сюда не попасть. Да, блядь. Что там жужжит опять? Неприятное такое. Установим, наверное, где-то вот здесь. Нормуль будет. Теперь будем рубить бревна. И все будет хорошо. О, красно-верхая пальма. А что я туда не смотрю, не знаете? Вот и я не знаю. Как там наше мясо? Мне жиры очень сильно нужны. Значит, берем. Наклоняемся. Едим. Жиры 20. Едим. Хорошо. Готово. Но у нас есть еще один кусок мяса, который я предлагаю сюда положить. Окей. Смотрим. Ну, не так все плохо на самом деле. Можно, конечно, бананами догнаться какими-нибудь. По хпшке. Как бы, да. Вот сейчас у нас еще будет мясо. Но нам необходимо бревна где-то искать. И поспать тоже было бы неплохо. И поставить еще один какой-нибудь навес. Для того, чтобы... Так, вот ты идешь сюда. Пока лежишь. Ты, наверное, не пропадаешь. Я, во всяком случае, очень сильно на это надеюсь. Берем вот этот лист. И бревна. Бревна у нас... Бревна у нас... Это... Это могут быть бревна? Нет, это у нас худенькое деревцо. Вот у нас бревна. Вот они. Давайте. Две штуки. Будет. Сейчас достроим ловушку, ребята. И, видимо, на этом серию мы и закончим. Но я старался. Я старался выжить изо всех сил. Если вам по душе такие выживалки, обязательно об этом пишите. А что, одно бревно, второе, что ли, улетело вниз куда-то? Блять. Вот я ненавижу, разработчики. Уберите эти баги. Сделайте что-то с игрой. Почему, блять, дерево так улетает далеко? Я уже не первый раз замечаю. Когда испытания пытался проходить, там такая же точно херня была. Так, веревочки. Добываем. Бревен надо прям, я не знаю, миллион. Но вот из-за того, что деревья улетают куда-то, это все нужно делать слишком долго. Так, вот это похоже на бревно? Да, давайте. Здесь должны быть бревна. Будем прокачивать сейчас наш с вами. Так, а третьего бревна не будет? Ну, конечно. Всего, всего по два, значит. Так, и остается одно. То есть нам нужно четыре бревна. Вот как раз вот то бревно, которое улетело, оно могло быть моим. Но кто-то посчитал, что должно быть по-другому. Так, еще веревушки. Хорошо. Так, что там наш кусок мяса? Нужно его забрать. Наверное. Сейчас мы вот это дерево дорубим. Хорошенькое такое. И все будет классно. О, вот так вот. Все, никуда ничего не улетело. И мне уже от этой мысли хорошо. Длинные палки. Будем ходить по округе, собирать. Короче, будем продолжать строить наш сраный лагерь. Он, правда, похож на говно, но все равно. А, вот так вот, значит, да? Вот сюда еще палочку. Хорошо. А что здесь нам надо? Там какая-то прям очень стремная, знаете ли, система. Так, что у нас там с мясом? Мясо капибары. Кушаем. Вот. Жиры у нас есть. Смотрим, да, все нормально. Вода у нас есть тут? Вода есть. Отличненько. Сохраниться я могу? Нет. Мы сначала уберем, наверное, с вами всякую хрень, которая где-то у нас тут ползает. Твари. Этого недостаточно. Слушайте, это так мерзко выглядит. Разработчики прям с пиявками очень хорошо постарались. А вот теперь будем сохраняться. Где-нибудь на последней. Хорошо. Так, давайте разберемся, что они там дальше хотят. Значит, сюда у нас ставится палка. Здесь веревка. Здесь тоже у нас веревки. Это у нас что? Это длинная палка, и она выгнута. И, по-моему, я даже знаю, где ее можно найти. Где-то здесь мы рубили с вами дерево, по-моему, с этой стороны. Вообще, лучше ориентироваться по пенькам. Ну, что-то как-то я пеньков вообще не вижу. Пеньков просто нет. Ориентироваться по ним, соответственно, тоже нельзя. Пожалуйста, что ж ты со мной делаешь, игра? Я прям страх. Вот, вот, отлично. Так, есть одна. Ну, их же две должно быть. Вот, вторая. Да что ты стоять? Выберись. Выбери меня, птица. Счастья с завтрашнего дня. Ну, нормально. Все, одна палка. Сейчас мы туда банан присунем. Так, короткая, короткая, короткая. Веревка. 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 А, не хватает веревки. Да вы издеваетесь надо мной, наверное. Так, а я могу там еще что-нибудь приготовить? Что у меня там в инвентаре валяется? Могу посушить. Могу не посушить. Давайте съедим, наверное, помидоры вот эти вот. И посмотрим, как у нас дела. Ну, нужно капибару опять словить. Но ловушка у нас готова. То есть, следовательно, можно особо не мандражировать. Как бы... Как бы норм. Так. Так, добываем веревки. Веревок нужно очень много. Ребят, пишите в комментариях, хотите продолжение выживания или нет. Потому что, как бы, не стренды дип. Немножко другая локация здесь у нас показана. Но, тем не менее, игрушка очень прикольная. И если в нее рубиться часто, тогда мы не будем делать различных нехороших ошибок. Так что, просто имейте в виду. Ну, что ты, блядь, делаешь? Уберись отсюда. Так, короткая палка. Все, у нас тут все готово. Давайте вот эту ляпасину сюда положим. Вот. И будем себе тихонечко ждать. Но мыши нас не интересуют. Мыши это прям мелкокалиберные какие-то животные. Это прям вообще неинтересно. Что мы можем сделать дальше? Давайте перейдем вот сюда и посмотрим, что мы с вами хотим. С капканами вроде бы все. Сборщик воды можно поставить, можно не поставить. Подставка для костра. Могу я ее туда вхреначить? Вот чисто интересно. Навесик-то мешает. Мешает-то навесик нам немножечко. А что же можно? Так, тут есть вот такой вот костер. Есть бамбуковая коптильня. Можно положить... Ну, нам кровать нужна, так, чтобы в сухом месте... А можно дом поставить? А бамбук мы тут хер найдем, да? Давайте, наверное, установим все-таки бамбуковую коптильню. Мне так кажется, что в этом есть какой-то смысл. Но ей же, блядь, костер нужен. Эх, что ты будешь делать? Ладно. Сейчас прочтем. Длинная бамбуковая палка, бамбуковая палка, веревка, лист бананового дерева. Тут тоже бамбук. А вот я чуть не припоминаю, чтобы я видел где-то этот бамбук, чтобы он вообще где-то был. Да и по крафту как-то мало всего. Че я, блядь, собрался тут строить? Я не понимаю. Давайте, может быть, дом замутим. Кровать из бревен, кровать из листьев. Навес, кровать из бамбуковых, среднее бамбуковое укрытие. Ну, блядь, лист пальмы 59. Мы найдем. А вот длинные бамбуковые палки 24, если мы по две их будем собирать, мы просто охереем с вами это все делать. Ну, окей, ребят, в принципе, выживание идет, все нормально, все стабильно. Предлагайте, какие есть идеи. Я думаю, что вот с этой стороны мы поставим еще один какой-нибудь навес и там замутим кровать. Хочется сделать нормальное большое поселение с фильтрами для воды. Просто отсюда реально ближе ходить туда, где у нас водится какая-нибудь живность. Блядь, я уже было хотел сагриться на этот помидор, который увидел издалека, а потом вспомнил, что мы тут поставили ловушку. Как-то туповато получается. Ну, ладно, ребят, чуть не сдохли, но зато пополнили. Вот такие вот у нас сегодня были приключения. Видосик получился 38 минут. Надеюсь, все понравилось. Не забывайте ставить лайки, если это действительно так. С вами был Юрий Коц. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро, как обычно, обязательно увидимся.